Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры создавал 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 DimaTorzok всех людей, которым выпала честь и возможность лично поздравить человека, творчество и профессионализм которого вызывает неизменное уважение и восхищение. И в этой связи мне хотелось бы зачитать поздравительный адрес от имени посла «Беларусь в любви» Александра Короля, который по делам службы сегодня находится в Беларуси. Уважаемый Юрий Леонидович, примите самые искренние и теплые поздравления от посольства Республики Беларусь в Литовской Республике и от меня лично по случаю 75-летия со дня вашего рождения. Ваше творчество, опирающееся на лучшие традиции поэтического искусства, основанное на классической школе российского мастерства, давно и надолго завоевало признание поклонников поэзов. А в истории всемирного литературного наследия ваши стихи уже стали христианативными. Неповторимый авторский почерк, мастерство и искренняя любовь к своему делу позволяют вам с одинаковым успехом работать в различных жанрах и создавать выразительные произведения. Поражает разнообразием диапазон ваших творчеств. Испытываешь ощущение тепла и полноты жизни, читая ваши стихи и эссе, глубину и значение слов и мыслей, читая литовских поэтов ваших переводов. От всей души желаю вам, уважаемый Юрий Леонидович, чтобы жизнь радовала вас воплощением задуманных, новыми встречами и благодарными ценителями ваших творчеств, любовью дорогих и близких людей. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, вдохновения и оптимизма. С глубоким уважением, Александр Корой. Но мы еще привезли еще один поздравительный адрес от председателя Союза писателей Беларуси Николая Ивановича Чергинца. Разрешите, я тоже его зачитаю. Уважаемый Юрий Леонидович, Союз писателей Беларуси искренне и сердечно поздравляет вас с 75-летием со дня рождения. Ваш творческий путь – пример достойного служения литературы. Талант, профессионализм, ответственное отношение к своему делу снискали заслуженное им уважение и большим авторитет среди писателей, интеллигенций, жителей Литвы, России, Беларуси. В Республике Беларусь вознаем как члена жюри международных фестивалей «Славянская лира», «Центр Европы», которые активно развивают сотрудничество между славянскими народами и народами Европы. Уверена, что ваш богатейший талант писателя, поэта будет востребован в дальнейшем в творческой среде. Желаем вам, уважаемый Юрий Леонидович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, осуществления всех замыслов и планов в творческой деятельности. У нас есть еще один адрес от имени посла Беларуси в Литве 2006-2013 года Владимира Нестеровича Дражина. Я его ручу, но он будет иметь честь вам вас лично поздравить и поблагодарить за ваше творчество в самом ближайшем будущем. А от нашего маленького коллектива, который сегодня присутствует здесь, позвольте поздравить вас с этой замечательной датой. Пожелать вам крепкого здоровья и неиссякаемых источников энергии, оптимизма и вдохновения. С днем рождения! Дорогие друзья, поздравить субтитры хотят все, это понятно, но есть некоторые особо желающие, особо жаждущие, которые записались накануне. И я хотел бы предоставить слово поэту, лауреату Национальной премии Литвы, переводчику на литовский язык в стихотворении Марины Цветаевой, Ахматовы, Руслан Трештама, и переводчику на литовский стихотворение Юлия Черковлева на литовский язык тоже. Работе скучайте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый посол Юрий Леонидович, я рада, что я встретила такого человека, с которым не было долго-долго, долгие-долгие лета, можно сказать, приятно и так общаться по дружески и сотрудничать по литературной коллеге. Хаилович почитает Леонидовский свой перевод стихов Коплина, которая я перевела его к семидесяти летию, и она была опубликована в литературном журнале «Гранд Тай». Ну, читаю, «Гранд Тай» Носаву кальту. Ужухой был шестьдесят лет, в 18-минез в 18-минез в 18-минез, шокил вашу на немыше, гидал пелиней, и нюхлик нерам. Пососи месгия крастой пакряуста. Лайкту не реагия, там бурас тачей. Норуко ждувас, гертель ищрауста. Сако неганима. Мес апликшей. Сако вартус, так негаитищай улы. Неко не мокантис, Виска галис. Родас аквайгинас комиссию шуоли. Энкемас шумис, не камонис. Су кемелиукас гирдельта, патита. Су бертикум, јо тадас упакой. Жидища ждувоти кеме пасакита. Акчерсу ищминкти айфос капай. Русо гайкистей. И Вильнявс падаиме. Покарис нанеша таво кащкак. И ненусакома лиудеси ринге Приклижио глижио гибау шага. Шукстис пога. Виска ищам. Юра греичау. Йау ледай нериде. Бувам протинки. Бувам хвайшен. Таик ищауком. Кас савими. Каип и рвайкистей. Дракцей и рвайки. Тек, как пађгия мусу пађжио. Виска патиря муосаку кађ. Ей негалима. Таик ищи. Без согласия с Юријем, я хочу прачештит. Малюсник квасти кађгияне миниатюру, Катое... Катое... Паказывађе всього Юријем. Не прагеданциј жејјју, би чуђе тюртим дейјјју. Без кађгияне миниатюру, Тек, как пађгияне миниатюру. Акђма пађгияне миниатюру. Акђма пађгияне миниатюру. Поздравить сутејја такђе хотђл актёр, экс-директора Русского драматического театра Литвы, Лестр Генецкий. Дорогой Юра, я имею право тебе обратиться так, потому что старший тебя, уважаемый товарищ посуд, сказал, что 65 – это ещё не много, а я утверждаю, что это мало. Поэтому здоровья тебе и творческих успехов, я знаю, открою маленькую тайну. Иногда мы не так часто перезваниваемся, и Юра Генецкая говорит, что-то вот совсем задело, и вот ни туда, ни сюда. Никакие значи. Единственное, что я тебе скажу – ты в очень хорошей фрук. Я-то это говорю как человек, который немножко об этом разбирается. А теперь ещё. Я, когда меня Юра пригласил, я так для себя очень короткую подборку, так хотел по его этапу пройтись, но он мне сделал заказ, говорил прочитать стихотворение «Стасис Красавосос». Ах, я подумал, вот прошло это сказал. А когда я у него вник, я понял, что он не случайно это заказал. Во-первых, это классное стихотворение. Просто классное. А почему оно классное? Потому что оно написано в 1977 году, когда умер красавосец. И, ну, не судя по тексту, если бы я сейчас поймёте, были русские, как друзья. И оно написано сердцем, конечно. Но, как у любого большого поэта, в его произведениях всегда есть свой второй план. И я понимаю, что сегодня, вот в сегодняшней глядности, оно звучит именно учитывая обращение туда. А красавосец, я повторяю, в 1977 году это вот самое, как теперь говорят, застойное время Советского Союза. Но, опять же, не то, что я отнимаю ваше время, а просто её попросил немножко, немножко сказать о красавости всем. Поскольку я вижу здесь людей, которые служат по лизам, родились уже после того, как его не стало. Люди почти одного возраста, конечно, знают, кто это такой. Это великий советский художник, граждан. Хотя без всяких похвалов. Это правда. За этим есть свой график, который рядом с ним стоит. Я в связи с тем, что сюда шёл, просмотрел снова его, в интернете уже масса его работ. Это же с ума сойти просто. Это с ума сойти. Но почему оно такое современное стихотворение? Потому что главный его цикл – память павшим. Вечно живые. И память павшим. Это туда же. И он посылает этому Эпиков, что мы все, он тогда ещё, естественно, когда создавал эти работы, был жив, он говорил, мы все, я своими словами перевожу, обязаны людям советским войн, которые подарили нам вот эту вот жизнь. Это просто для того, чтобы… А умер он от болезни, которые теперь так штанкованы, называют тяжёлые и продолжительные. Ну вот, у него была, судя по всему, очень простая жизнь. И ещё чуть-чуть, чтобы было понятно, он иллюстрировал Лышевского, он иллюстрировал Наяковского, он иллюстрировал, я не говорю уже про не желаетис, поэтов мощных, потому что они совпадали по энергетике. Ну вот, собственно, а теперь это стихотворение. Называется, «Анос, аносисово, красавушка, смотришь?» Сюда, на дворец будет стук, где его мы так ждали, где… Мёдом пах крепкий фрубник, в мёд кофе пустой. Стасист приходил ежедневно, садился за столик маленький, закуливался лето, и дым обгонял рукой. Пальцами слегка вздрагивая, помня резец в масле. Сопротивление вязковое цветового листа. Стасист говорил с улыбкой, смягчавший лицо с радугой, но… я тоже волнуюсь. проступала усталость графического почерта та мощью своей элегантной, напоминал кертана, вышедшего из пространства чёрно-белых граней. В спокойных зрачках отражался металл, если у этого пространения. И анагимия вспыхнула, точно духом души. Стасист говорил размеренно о жизни, любви, искусстве. И слушала стать этой девушкой в гадошке, довольно жалко. мне кажется, что в будущем всем естеством предчувствовал тая в пунктующей лимфе смертью не поправ. я помню вышли на улицу. Домой идти было рано, дверь в Никольской церкви нам вслед шумели стуны, закатывая свечи окна на улике поделывал кран, и глотил лыжник старикам с тобой. На кафедральной площади мелькнул белокрылым амином. «Ты, снеганок, мне умолимо будет к тебе судьба». Стасис, но порою мне кажется, ты уехал в полагу, и завтра на ленинских улицах «Я вас приветствую». Поздравить Юрия Юрьевича хотела также поэт Галина Орлова. Юрий Кубриев. 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 Мой жребень, мой каприз, стих читает гений Юрий Коврин, и смотрит, как гений, сверху вниз, и напоследок взгляд морозно-жгучий, и все, обвал в горах, несчастный случай, он здесь, the best, неповторимый, лучший, а кто бы так позвал меня в морозно-жгучий? Дорогие друзья, мы готовы, в принципе, предоставить слово юбиляр, но если кто-то очень хочет сказать сейчас, то это возможность, еще у нас будет возможность за столом, если нет, здесь, то Юрий Леонидович, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый раз за последние 60 лет половина пятра в морозно-жгучии и муки-водки не было. Кошмар. Я в первую очередь хотел поблагодарить Александра Ивановича за то, что он предоставил возможность в свои 75 лет отметить русскому поэту, живущему в Литве, на территории Российской Федерации. Я очень благодарен моим белорусским друзьям за эти теплые поздравления, потому что половина моей жизни, я имею в виду то, что мы называем генами, связано именно с Белоруссией. Моя мама, Тамара Александровна Ярошкевич, встретила войну в рядах западного пограничного округа. И, между прочим, борьбили ее тоже в городе, который назывался, называется Коплин. Вот у меня тут сидит внук, которому 4 года. Я бы очень хотел, чтобы он знал, что фамилия, которую он носит, носит и город Белоруссия. Я уже говорил обручку. Так что большое спасибо всем, кто пришел сегодня. Вот. Ну, что сказать. Седая прядь, она к лицу поэту, но промелькнет догадка ненароком. Приступая пушкинские лето, поэт теряет право быть пророком. Я думал, что бы почитать сегодня и сделал такую себе шпаргалку, но которую и последовательность, которую я, видимо, после выступления Рамуте, я изменю этот состав и прочитаю всем вам стихотворение, которое она читала нам по-литовски. Кстати, перевод «Бест», как выразилась Галя Горловна. Это стихи, которые посвящены моему приятелю, другу, однокласснику, с которым мы пошли в школу в 1950 году. Вот он сидит здесь. Встань, пожалуйста, Игорь. Вот это моя одноклассница. 75 лет ему исполнилось в прошлом месяце. Мы здорово выпили. Стихи называются «На собственной шкуре». Дом на Ужуписе, номер 16. Дом 18-й через забор. Общее детство. И, если признаться, Детские шрамы Соднят до сих пор. С лестницы скакимся В польском замуре. Кислый крыжовник нам скулы сведет И обожжет горло. Первый окурок. Если нельзя, делай наоборот. Ты на воротах. Мяч ладан, заигран. Щечкой в него нападающий бьет. Выскочил хомичем Игорь запрыгнул. Рухнул на мяч, как матросов над зод. Выйдешь во дворик. Услышишь – увидишь. Голубь крулыча над крышей плывет. Мальчик еврейский лопочек наидишь. Через полувека он в хайфе умрет. Послевоенное детство. Целеби. У трехкрестовки сиреневый куст. Русское детство. Литовское небо. Невыразима сиренева грусть. Кто под окном надрывается? Юрий, выйди скорее на реке ледоход. Кто из нас умный? А кто из нас дури? Время крутое берет в оборот. Не изменяя детской натуре. Каждый своей дорогой идет. Все испытали на собственной школе. «Если нельзя, делай наоборот». АПЛОДИСМЕНТЫ Русская поэзия. Что такое русская поэзия? Это каждый день ступать по лезвию, властвовать собой и знать безумие, ась как расплавлять в жарле везувие. А еще высокое смирение и гордыни, дерзкое сомнение, противление Богу, сердце битва, а в конце раскаяние, молитва. Что такое русская поэзия? В делаем разъяснение не полезное. Лучшие читатели империи, Бенкендорф, Дубльт и Берия. В каждую страфу ломились в гости, так что в женских лифх трещали кости. Знали даже скрытых неизвестности, сыновей и пасников словесности. Что такое русская поэзия? Девочка в цветах, босая, резвая и шалома. Грязная, запольная. Грусть тоска, пародия разбойная. Белый вальс. Смущение гимназистки. Жар любовной вскомканной записки. Что такое русская поэзия? Душ сгоревших, белая магнезия. Ночь без ночлега, с папиросами. Жизнь с неразрешенными опросами. Искорка, погасшая под бровью вслед за потухающую кровью. Запятые точки, бесполезные строчки, Самые юности любезные. Пушкин, кольцово пастернака. Выгнанная на мороз собака. Волна и зонтик. Небо в Литве не для всех голубое. Нам ли не знать изречение такое? Лютыми бьются лавинами ривни. Злейте, наглейте. А я терпеливый, вся норовит. Чужой хавный зонтик. Риф мой под дых таких в оризонте. Нас проверяют на зуб и на ось. В модной водичке мне кости полощут. Нас, тех, кто видел небо в алмазах. Мелко желают. Хор из хаза. В зубы им вредишь. То листья сугубые. Настых мазмут талярные зубы. Мелко завидуют. Вот вам мой зонтик. Пягайтесь под ним свой оризонтик. Нам не склоня. Моей головой. Плечится небо. Волной голубой. Что-то все устали. Стихов много, конечно, не бывает. Но не до такой же степени. Ладно, я прочту что-нибудь помягче. Буклы такие мелкие, что без очков это стихотворение я прочитать не могу. Потому что называется это стихотворение «Друг для друга». Мы созданы друг против друга. Нам тесно вдвоем на земле. И чувств остывающих уголь тускнеет в печальной зале. Мы созданы друг против друга. Мы созданы друг против друга. Такая уж выпала жизнь, Вращающаяся по кругу. За поручни тонко держись. Мы созданы друг против друга. Мы созданы друг против друга. Натягивая у дела. Не знаю, чья это заслуга. Нас друг против друга свела. Читаем напряженную. Читаем напряженную повесть. Пробеженную карусей. Измучить друг друга на совесть. Какую преследуем цель. Мы созданы друг против друга. Со взгляда сшибается взгляд. Косится зрачком конь-муругий. Безумен у белого взгляд. Но лопнула резко подпруга. И времени грохнул заряд. Волною швыряясь упругой. В тела шторняши светятся. Над бездами летят. Друг для друга. Какая прекрасная жизнь. Над взорванной площадью круто. И пусть меня держит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марш. Прощальный. Вышивальный. Марш. Вышивальный. Сноска. Танцы на балах в офицерских собраниях заканчивались маршем. Вальс. Поль. Кам. Кадриль. Мазурка. Карковяк. Снова вальс. Потом раз. И марш. Прощальный. Вышивальный. Вальс. С другом. Котом. Одинаков. Кровь пьянит крутизной высоты. По пружине на самой кромке. Сбалансирую. Не сорвусь. Я один из твоих осколков. Дорогой. Советский Союз. От побед. От бед твоих стольких. Жил да выл ты. Не отрекусь. Не примыкну. Ни к стану. Ни к стали. Я к твоей причастию к судьбе. Жизнь свою сам перелистаю. Сам сыграю. Марш. По себе. Ангел в стеренье. Выйдешь. Закуришь. Дымком проникающим сыт. Глянешь вокруг. И навалится скука. Город немее, чем брошенный памятью скит. И тишина надрывается в уши без звука. Не по тебе еще колокол молча звонит. Не по тебе скороб навоит на кладбище. Сука. Чур. Вот откуда-то звук шмыгливо возник. Скользкий старик. Ревротворившийся интеллигентно. Всегда в учености он маскирует свой лик. Вечный агент. Зашифрован тройной легендой. Вывернет слуг. Поверившего улистит. Скос подбородка смягчая улыбкой кроткой. Прикус гадючей ползучей учтивостью скрыть. Запримерован по мастерски шарской бородкой. В мусорном баке копается ветхий старик. Тусклая радость следится. Связится с бомжиного века. Корпу нашли. И сторгает утробую вскрик. Без справедливости нету тебе прав человека. Тихо, кругом. Лишь ворона перо распахнет. Над не единожды раз поругаемым храмом. Черным лохмотьем. Над свежестью пушкинских нот. И над ластящимся по европейскому хаму. Все суета. Вот над Вильнюсом ангел плывет. Крылья его в лепестках белоснежной сирени. Это Господь нам надежду спасения дает. В то, что услышим мы голос нежнейшей свирели. Жизнь до кука уже не берет в оборот. Есть милость прелесть в таком ее многообразии. Даже когда лжой пятная тебя косород. Аргел в сирене цветущий над видной плывет. И потому раскачается весь Евразий. Жизнь не загоргает то в святость, то в скверну. Вот и противлюсь день ото дня. Даже когда я в Бога не верю. Верю, что Он верит в меня. Прости, Господи, и за это стихотворение. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ